и 179-е Эвеню, так что приезжайте, пожалуйста, не стесняйтесь, там очень и очень все вкусно, все для вас приготовили, кроме шелчков, разумеется, там есть еще много интересных вещей, вы можете там также приобрести очень и очень вкусные также самсушечки, они бывают очень разные такие, такие чудесные, вы можете взять сразу три штучки и представьте себе, они даже по вкусу будут разные, одна вкуснее другой, также там вы можете приобрести кутабы, тоже великолепные кутабы, это кутабы-сила, сила, которая помогает нам жить и строить, ну и также я хочу вам предложить замечательные салатики на десерт, тоже очень многих видов, их около 10 штук, и все они очень и очень вкусные, чудесные, и, конечно, сладенькое на десерт, там тоже все это есть, и я думаю, что вам обязательно понравится, когда вы все это попробуете. В магазине Изобилия расположена South East Division и 179 Avenue, заезжайте прямо сейчас, не забудьте сладенькое на десерт, и, конечно, пожалуйста, внимание, не забудьте, что в магазине Изобилия вы можете приобрести халяльную продукцию, внимание, халяльная продукция в магазине Изобилия находится на специальной полочке, прямо в центре, прямо в сердце магазина, и вы можете наслаждаться, наслаждаться и еще раз наслаждаться ближайший векенд самой хорошей сертифицированной продукцией, так что приезжайте прямо сейчас в магазин Изобилия, и я думаю, вы будете приятно удивлены Изобилием, которые из магазина медленно, но верно перекочуют прямо в ваши дома, и вы будете очень и очень рады тому, что вы там увидите. Вот такие у нас новости из магазина Изобилия. Кроме того, не забудьте про напитки, не забудьте про хорошее настроение, и не забудьте, что также в магазине Изобилия вы можете приобрести консервы, которые очень и очень важны в нашем крае, после того, как у нас была объявлена эвакуация, многие переживали, многие пытались что-то собрать, и, увы, нечего собрать, поскольку нечего было собрать, а сейчас вы можете подъехать в магазин Изобилия и найти все, что вам нужно. Самый большой, разнообразный как раз спрос на консервы в магазине Изобилия. Вы можете их положить, пусть хай буде. Так что заезжайте, саут из Движна, 179-й эвеню. Приятного аппетита! Сделай свой бизнес успешней! Телефон рекламного отдела медиа-центра «Славик Фэмили». 971-238-46-87 971-238-46-87 Продаете или покупаете недвижимость? Обратитесь к риелтору компании «Премьера Папорти Групп» в штатах Орегона, Вашингтон, Александру Сорокину. Как профессионал своего дела, он уверенно проведет вас по сделке, представляя исключительно ваши интересы. Оперативно окажет необходимое содействие во всех попутных вопросах и с максимальной выгодой для вас. Высочайший уровень и качество риелторских услуг Александра Сорокина – Ваш правильный выбор. Только для Вас 4 раза в неделю в прямом радиоэфире авторская программа Александра «Двигаем недвижимое». Звоните Александру 503-863-9369. Добрый день! Как обычно, по вторникам и по пятницам мы говорим о недвижимости в прямом эфире. А это значит, что вы можете звонить и присылать ваше текстовое сообщение на номер 971-319-1130, 971-319-1130. Ну и я вот даже сейчас чуть-чуть увел микрофон, потому что ведущий этой программы Александр Сорокин дышит как настоящий левиафан. Он готовится, готовится сейчас к встрече с вами. У нас много информации. И начнем мы, конечно, с вопроса, который был озвучен в самом конце передачи. Мы не знали то ли плакать, то ли смеяться, когда вот решили отменить сделку, а потом кого-то еще направили на освидетельствование психиатрической лечебницы, что ли. В общем, что-то интересное. Ну давайте вот мы с этого начнем. Приветствую, Андрей. Добрый день, дорогие друзья. Я не знаю, кого там куда направили, в какую лечебницу. Я просто обещал в прошлый раз... Справку. Да, справку. Я обещал в прошлый раз начать сегодняшний эфир с ответа на вопрос, на который мы не успели ответить нашего слушателя, когда ситуация, насколько я помню, развивалась достаточно просто. Там семья, муж, жена, неважно, там были дети, нет. В общем-то они продавали дом и передумали продавать и представили в обосновании перемены своего мнения на этот счет какую-то медицинскую справку, которую якобы жена получила. И по этому основанию продавец вроде как отказался продавать. Ну, вопрос был сформулирован, на мой взгляд, не совсем окончено, поэтому если вдруг сейчас по ходу у нас будут какие-то опции развития этих событий, постараемся их все разобрать. Первое. В контракт наш с вами не предусматривает наличие какой-то обычной медицинской справки как основания для того, чтобы ничего не делать. Ну, допустим, если вы покупаете, то заболели вы там насморком, принесли справку о том, что вы больны, и якобы все могу не покупать дом. Это ерунда. Та же история у нас касается продавца. То есть, если изначально этот вопрос, а он действительно именно такой, рассматривать исключительно в юридической плоскости, что мы не имеем права делать, и мы этого делать не будем, мы рассматриваем это то, является ли это контрактным основанием именно того договора, который у нас с вами есть, что в Вашингтоне, что в Орегоне. То есть, напрямую это не является основанием для того, чтобы сторона, неважно какая, решила, что у нее есть смягчающее обстоятельство или там какая-то железобетонная причина, чтобы что-либо не исполнять. В контракте этого нет. Другой вопрос, что была за болезнь, насколько она была существенной и серьезной, и как это трактует судебная практика. Вот это уже совсем другая тема, не наша. Это тема юридическая, это тема адвокатская. И это те самые люди, которые могут вам ответить на этот вопрос, учитывая все обстоятельства той сделки, о которой мы говорим. То есть, мы сами сейчас, как слушатели и ведущие этой передачи, можно сказать, вообще ничего не знаем. То есть, наша задачка была сформулирована крайне скупо, и очень много отсутствующих элементов в ней в этом уравнении. Чтобы разобраться здесь целиком, это надо знать все. Мы об этого не знаем, я участником этой сделки не был. Поэтому очень тяжело судить. Так что, это первое. И второе. Здесь нужно еще помнить такую очень простую вещь. Мы об этом тоже говорили, что может ли вообще продавец просто так взять и отказаться от сделки. То есть, опять же, и по Орегону, и по Вашингтону. Мы опять же исходим из того, что нам говорит контракт. То есть, контракт прямо не предусматривает право, схожее, допустим, с таким понятием, как unconditional disapproval, когда у нас, допустим, в Вашингтоне покупатель в течение 10 дней может спокойно передумать, покупать дом по каким-то субъективным причинам, только ему одному понятным. То есть, у продавца такого, соответственно, права нет. И если вдруг в процессе сделки происходит что-то подобное, то это может быть обосновано абсолютно разными причинами, это могут быть абсолютно разные обстоятельства. Но практика у нас сводится к тому, что если продавец у нас передумал что-либо продавать, к сожалению, за несколько последних лет в нашей профессиональной среде мы не слышали ни об одном случае, чтобы продавец обязал, суд обязал продавца продать дом. Просто потому, что это было его контрактным обязательством. Не знаю, с чем это связано. Я, опять же, не буду судить о каких-то обстоятельствах, которые были в каждом из этих случаев, их было несколько, да. Но факт есть факт. То есть, у нас никто не делился вот тем, что, допустим, какого-то продавца обязали исполнить его обязательства по сделке. То есть, здесь уже были задействованы и адвокаты, и какие-то позиции были разработаны и так далее. И вроде как исходят из того, что это, опять же, такое оценочное осуждение и даже не мое, а исходит из того, что покупатель может найти себе и другой дом, а продавцу больше жить негде. То есть, если вот все обобщить и как бы сказать, почему такое может произойти. Поэтому, если это брать как основу, то та медицинская справка, о которой здесь вот было озвучено, что вроде как обосновали тем, что вот там есть какая-то справка, там непонятно с каким диагнозом, это просто как бы уже вдогонку. Это вдогонку, чтобы покупатель оценил моральную сторону этого вопроса чуть более глубже, чем это было изначально. А изначально это было так, что продавец, возможно, понял, что жить ему будет негде, потому что ничего он не сможет найти, потому что судорожно пытался что-то найти, пока сделка была его пендинг с его домом, который он продает, но ничего нет. И он понял, что, опа, не складывается. Вполне вероятно, что, ну, очень часто причиной является именно это. То есть, когда человек думает о том, что, о, сейчас цены там выросли, все замечательно, надо быстро продавать дом, и в этот момент он думает только о том, что как можно дорого продать дом. И думает, что, да, я себе что-нибудь там найду подешевле. А когда он начинает искать, он понимает, что подешевле-то нет ничего. Во-первых, определенный стандарт качества у человека сложился за те годы, которые он в своем доме прожил. Он привык к определенным вещам, он, ну, уровень комфорта, да. И когда он думает о том, что даже если у него выплаченный дом, и даже если он его там продал дорого, потому что рынок сейчас соответствующий, да, дорого, это по его пониманию, в сравнении с ценой, по которой он, возможно, там лет пять назад его купил. Да, это, конечно, абсолютно такие параллельные цифры, кратные, возможно, даже сейчас получится. Но когда дело доходит до покупки, он понимает, что навара-то никакого у него нет, потому что он сейчас дорого продал, и он также дорого купит себе другой дом. И это вот очень интересное такое обстоятельство, такой парадокс, да, то есть многие говорят о том, что рынок вырос, цены высокие, надо срочно продавать, но так могут себе позволить рассуждать только те, кто либо имеет где жить после продажи этого дома, ну, допустим, имеет два дома, да, ну, продал один, с него не убыло, ему есть где жить. В его жизни ничего такого глобального не произошло, кроме того, что он действительно вовремя продал актив по хорошей цене. Актив – это дом в данном случае. А если у него это единственный дом, и если он не собирается уезжать в какой-то там другой штат, где недвижимость дешевле, чем в Орегоне или в Вашингтоне, то здесь получается такая картина, что все, что сейчас на рынке творится, это не для него и не про него. Потому что продав дорого, он также и купит дорого, и ничего он не наварит. Более того, здесь надо сравнивать очень много аспектов, кроме цены, и кроме Арии, где человек хочет купить дом, включая, допустим, те же процентные ставки. То есть, допустим, почем вы брали кредит, какая у вас ставка, и почем вы сейчас возьмете, и какая у вас сейчас будет ставка. То есть, если вы, допустим, брали кредит дешево, дешево – это в сравнении с тем, что мы имеем сегодня, допустим, ну, у кого-то это было так, допустим, вы там что-то взяли под 3% ровно, ну, к примеру, я скажу. А сейчас вы возьмете, допустим, под 4%, и вы понимаете, что даже если вы найдете себе такой, сделаете даунсайзинг, найдете себе дом, который меньшего размера, который вроде как вам лишний этот футоч не нужен, может получиться так, что вы, опять же, при прочих равных за этот дом будете платить примерно столько же, сколько вы платили за предыдущий, который был больше. Да, мейтенненс у вас, расходы на мейтенненс изменятся, да, на ютилитис там и прочее, ну, всего того, что дом, в принципе, уменьшился. Но, допустим, property tax может вас тоже неприятно удивить, потому что изначально люди исходят из того, что если дом меньше, значит и property tax по нему меньше, а по факту бывает далеко не так. То есть здесь, опять же, зависит все от того, где находится этот дом, в том же zip-коде или в том же городе даже, в том же county или же это где-то в другом месте. И все эти обстоятельства, они на самом деле очень сильно влияют. Поэтому у всех тех, у кого, кем движут, так скажем, спекулятивные настроения, спекулятивные в том смысле, что, ой, рынок вырос, надо продавать пока такие цены. Вот вам всем нужно действительно задуматься над тем, а кроме вот этого вашего настроения о том, что там сейчас на рынке, ой, ах, ах, ох, а есть ли у вас какие-то еще такие побудительные причины и мотивы, чтобы этот дом продать? То есть обусловлено ли это тем, что у вас действительно есть какие-то в жизни обстоятельства, для которых и в удовлетворении которых это нужно сделать именно сейчас? Или же вы просто хотите, не будучи профессионалом на рынке, не понимая вообще, что происходит до конца, не занимаясь, допустим, покупкой и продажей домов в предпринимательском смысле, то есть на постоянной основе, а просто имея там актив, который вы купили 10 лет назад, и думаете, почему бы сейчас его не продать, что если цена там отличается там в два раза, допустим, от того, по какой вы ее купили, то здесь нужно 18 раз подумать, имеет ли смысл сейчас этим заниматься, нужно ли это и так далее, потому что просто смотреть, допустим, на те цифры, которые у нас засвечены в Зилу, или кто-то там вам шепнул на улице о том, что какой-то там сосед продал какой-то дом, вроде как который ничуть не хуже вашего по какой-то фантастической цене, вы не перепроверяя ничего, сразу у вас там доллары в глазах и думаете, сейчас вот я этот свой дом продам за сумасшедшие деньги и так далее, и так далее, потом вы встречаетесь с риэлтором, получаете сравнительный анализ рынка по вашей местности, где находится дом, видите совершенно другие цифры, у вас одно с другим не стыкуется, вы думаете, кто кого дурит, риэлтор вас вводит в заблуждение, или же вы собирали неверную до сих пор информацию непонятно где, и в итоге, конечно же, вы пытаетесь, отстаивая перед риэлтором свою позицию по цене, говорить о том, что вы не готовы воспринять то, что на самом деле на рынке есть, вам слухи больше нравятся, вам кажется, что придет человек с чемоданом и заплатит вам какие-то сумасшедшие деньги, как кто-то якобы в каком-то случае это сделал, и, ну, ничем это хорошим не заканчивается, в итоге просто у вас в истории объекта на МЛС появляется запись о том, что продавали, но не продали, и все, что у вас там творилось, сколько дней вы стояли на рынке абсолютно безуспешно. А вот вопрос такой, всегда ли это так плохо, что вот продавали и не продавали, может быть, ну, бывает такое, что человек снимает с продажи дом по разным причинам, не обязательно, что это вот просто из-за того, что, ну, долго-долго продавали и не продавались. Ведь бывает так, что вот он стоит на продаже где-то в течение, может быть, недели, вот, о том раз и все. Андрей, на самом деле в практике очень просто разобраться с тем, что, скорее всего, явилось причиной. Это не 100%, но очень близко к тому. Каким образом? Тем, что в листинге написано то, когда он вышел, и то, когда он был снят. А вот теперь рассуждаем. Допустим, листинг выходит там 8 августа, к примеру, и снимается какого-нибудь там 26 сентября. Сколько он был на рынке? Один месяц и 16 дней? Ту мать! Нет, секунду, я сейчас не об этом. Он был на рынке один месяц и 16 дней. Цифра корявая. Она не говорит о том, что люди могли специально сесть и, используя какие-то там сложные умозаключения, прийти к тому, что рынок, вернее, дом должен быть на рынке именно вот этот вот один месяц там и сколько там получается, 16 дней, да? Явно, наверное, в голову это никому не придет, чтобы вот какое-то корявое число дней этот листинг был на рынке. Значит, был снят досрочно. А был снят досрочно, это как раз то, о чем ты говоришь, что имели место, возможно, какие-то причины. Ну, были-были. А теперь смотрим, что, опять же, в том же листинге мы смотрим, когда листинг вышел. Допустим, вышел, опять же, 8 августа, и 31 декабря он, соответственно, снят с рынка. Что, скорее всего, в этой ситуации будет означать, что, скорее всего, контракт с листинг-эджентом был заключен именно по 31 декабря. И это означает, что все это время листинг проболтался на рынке. И ничего не продавался. Абсолютно безуспешно. Да. Будет указано, по какой цене он вышел и по какой цене он был снят. Если эти цифры совпадают, это еще хуже в истории, потому что это означает, что в то время, когда, допустим, по тому же Кларк Каунти у нас количество новых листингов соответствует количеству тех, которые меняли цену, эти люди в свое время сидели вот так вот, нарисовали какую-то с потолка взятую цифру и ни разу ее не скорректировали вниз. И они видят, что ничего не происходит, но они при этом ничего и не делают. Это, опять же, говорит о чем? О том, что это явно не следовало из поведения риелтора, потому что риелтор никоим образом не заинтересован в том, чтобы это было именно так. Риелтор заинтересован в том, чтобы его клиент получил то, что он может получить сегодня по реальному, конкретному рынку. И это, скорее всего, означает какие-то личные качества, какое-то личное поведение, личные мотивы самих продавцов. А теперь этот дом, допустим, выходит опять на рынок в марте. И, конечно же, скорее всего, с другим риелтором. Почему? Потому что, опять же, почему? Потому что первый понял, что ему за все это время, за 4 месяца убедить их никак не удалось. Возможно, имело место несколько бесед с клиентом о том, что происходит, что надо делать и так далее. Клиенты, конечно же, обвиняют во всем своего риелтора, потому что это он продавать, оказывается, не умеет. А о том, что они цену завысили, это как бы, ну, это же неинтересно обсуждать. Потому что как вот, хочу столько и все, а ты вот должен уметь. То есть, называется, купи сам риелтор у меня этот дом, за эти деньги, и тогда ты будешь молодец. А если ты не найдешь клиента, значит, ты не молодец. Вот и вся логика. И когда в марте следующего года, допустим, этот листинг опять появляется на рынке, он появляется с другим риелтором, опять по какой-то цене, и когда, ну, опять эта цена, соответственно, уже с определенной маржой, ну, дом же три месяца на рынке не был, а за это же время цены выросли, опять, то есть, они опять выросли до какой-то планки. Как, я же не буду дарить эту маржу, которая у меня просто так набежала, как проценты по какому-то депозиту в банке. Значит, я должен эту цену вписать. Вот и вся, опять, это продолжение той же самой логики. И поэтому, когда появляется покупатель, и когда он видит, что с этим домом происходило, и сколько конкретно эти собственники этот дом продавали, и что творится сейчас, крайне малая доля даже, не то, что там процента, доля процента вероятности, что зародится хоть какая-то беседа о том, что, ну, давайте там найдем какие-то точки соприкосновения, мы хотим у вас купить этот дом. Скорее всего, вообще ничего не будет. Абсолютно ничего. И вот этот, так скажем, второй фальстарт, который случится, опять будет виноват, но уже другой риэлтор. Опять скажут, нашли не того, кого надо. Ну, вот не повезло нам. То есть, опять вот будут обвинять кого-то, кроме того, кто на самом деле сформировал цену, не слушая ничего и не принимая абсолютно ничего во внимание. К сожалению, такое происходит. К еще большему сожалению, это происходит достаточно часто. Я бы сказал, наверное, это происходит чаще, чем в одном случае из трех. А у некоторых и еще чаще. И, с одной стороны, это как бы естественные такие мотивы побудительные у любого человека продать подороже. Но, с другой стороны, если вы не хотите понимать, что творится на самом деле на рынке, то шансов практически никаких. Они очень близки к нулю. И здесь очень важно самим себе отдавать отчет в том, что вы делаете, потому что риэлтор понимает, что он делает. А что делаете вы, не совсем понятно. И чем вы руководствуетесь, тоже непонятно. Потому что, когда выясняешь, откуда информация и почему вы хотите сделать именно так, ну, люди в ответ, к сожалению, ничего сформулировать не могут. Это просто им так хочется. Вот и все. Ну что ж, давайте пока прервемся. Вот мы ответили на вопросы, но и так немножко подескрусировали. Дорогие друзья, пожалуйста, не стесняйтесь и участвуйте в нашем эфире. Это можно сделать и по телефону, и по граммофону, и текстом по номеру 971-319-1130. Я думаю, что вы будете довольны ответом, правда? И посмотрите, вот сколько времени заняло на ответ на один вопрос. Видите, это говорит об уважении к вам, дорогие радиослушатели. Звоните 971-319-1130. Вы слушаете KX-ET 1130 AM. Радио Славик Фэмили. Осень лучше, чем зима. Весна. Моя весна вместе взятые. Наслаждайтесь вместе с радио. Радио Славик Фэмили. Радио Славик Фэмили. Радио Славик Фэмили. Радио Славик Фэмили в цифровом формате в любой точке мира. Скачай бесплатное приложение для своего мобильного телефона. Доступно для айфон и андроид девайсов. Привет! Был сегодня в магазине Изобилие. Продукты отличные, ассортимент шикарный. Сметаны – во! Рыбы – во! Выпечка, салаты, фрукты, овощи. Да еще и 10% скидка при покупке от 50 долларов. Ах, это прелестно, прелестно! В магазине Изобилие. Широкий выбор европейских продуктов. Отличные сервисы, приятные цены каждый день. Таити, таити. Спрашивайте, были ли мы на Таити? Не были мы ни в какой Таити. И в другие магазины не ходим. Нас и здесь. В Изобилии. Неплохо кормят. Хэ, приезжайте в прелестный магазин на 179-й и Дивижн в Портленде. Не пожалеете? Компания ProHeat Northwest устанавливает и ремонтирует кондиционеры и обогреватели для вашего дома и бизнеса. Наша компания имеет огромный опыт работы, лицензию в штате Орегон и Вашингтон. Обновите Ваш кондиционер или фурнес на более экономный и надежный сегодня. Качество гарантируем. 360-356-05-23 или 360-901-3176. Упомяните радио Славик Фэмили и получите скидку в 10%. 360-356-05-23 или 360-901-3176. JR Johnson's Inc. Наша компания уже давно специализируется в коммерческом строительстве и ремонте жилых помещений. Удобное место расположения в Портленде открывает нам широкую возможность по осуществлению строительного сервиса в штатах Орегон и Вашингтон. В данный момент JR Johnson имеет много открытых вакансий для рабочих с опытом строительных специальностей. Плотник, финишная отделка помещений, сайдинг, гидроизоляция, установки и монтажа окон и дверей и другое. Рабочие должны иметь наличие надежного транспорта для достижения рабочего места и необходимые инструменты и переднадлежности. Зарплата будет зависеть от Вашего опыта работы. Мы предлагаем следующие бенефиты – медицину, пенсию и рабочий отпуск. Если Вас заинтересовало наше предложение, звоните 503-240-33-88. Если Вам будет удобнее, можно приехать лично по адресу 9425 Нью Борич Эвеню, Портленд, Орегон, 97217. Toyota является мировым лидером по производству и продаже автомобилей. Легендарное качество, надежная электроника, простая в эксплуатации и отличная репутация. Рон Тонкин Toyota Автодилерская, которая находится на пересечении 122 и Старк, является самой лучшей дилерской в Портленде и Ванкувере. Великолепное обслуживание, отличные цены. Приходите и прокатитесь на новой Тойоте. А если скажете, что услышали рекламу на Slavic Family, получите гифт-карту и при покупке дополнительные скидки. Сохрани 5000 долларов на новую Тойоту Тундру 2017 года. SR5 Crewmax, а также 4941 доллар при покупке Toyota RAV4 Limited 2017 года. Рон Тонкин Toyota. Имя, которому можно доверять. 60 лет успешного бизнеса. Внимание, скидки действительны на вышеупомянутые модели номер 8361-WIN600929-MSRP 43224 доллара. И на модель 4452-WIN511969-MSRP 36261 доллар. Женя сам ремонтирует все там. Ремонт айфона за 30 минут. Снятие блокировки iCloud и Google Lock, чистка IMEI и ISM. Разблокировка под любого сотового оператора. Широкий выбор электронной техники. iMac'и, iPad'ы, MacBook'и, смартфоны, лэптопы, настольные компьютеры, батареи, зарядки и многое другое. Все это в магазине Compride. Заходите сегодня. Магазин удобно расположен на пересечении улиц Фостер и 82-я возле магазина Спринт. Телефон 503-560-59-80. 503-560-59-80. До исполнения шум, удивление. Это не сказка, а бытнь. Где-то за городом очень недорого. Папа, купил автомобиль. Товинговая компания Ростаун. Быстро и надежно доставит приобретенный вами на аукционе автомобиль из городов. Портленд, Юджин, Вудбурн-Бэнд, Сиэтл, Грэм, а также штатов Айдахо и Юта. Звоните 503-841-3380. 971-720-0843. Все очень здорово, что-то недорого. Папа, купил автомобиль. Восхищаюсь белизной твоей улыбки. Давно собиралась спросить, а в чем секрет? Никаких секретов. Просто я доверяю чистку зубов специалистам клиники Рэдиенс Дентал. Сейчас эта услуга стоит всего лишь 49 долларов. Запишись по номеру 360-852-2304. И белоснежная улыбка станет залогом успеха во всех твоих делах. 360-852-2304. Хотите отправить машину в Украину? Звоните 253-383-07-71. Можно отправить машину на Украину? Да. Звони 253-383-07-71. Точно можно отправить машину на Украину? Без проблем. Запиши телефон 253-383-07-71. А я хочу отправить машину в Грузию. Конечно, дорогой. Звони 253-383-07-71. Pacific Atlantic Express. Отправляем машины уже 27 лет. Мы ваш надежный партнер по отправке машин на Украину, в Грузию, Россию и другие страны. Звоните 253-383-07-71. Отправка машин на Украину. 253-383-07-71. Нельзя отказывать себе любимой. Захотелось борща? Купила билет на Украину. Бизнес, отдых, переезд. Какой бы ни была причина, Ласточка Тревел организует перелеты в любую точку мира. Теперь новый удобный сервис бронирования авиабилетов в вашем распоряжении круглосуточно. Компания обеспечит вам комфортный перелет и качественное обслуживание. А сравнив цены, вы останетесь клиентом Ласточка Тревел навсегда. Наши агенты готовы предоставить вам помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Телефон бронирования авиабилетов 907-799-99-75. 907-799-99-75. Знаете ли вы, что подарив цветы сегодня, ваш букет останется в памяти на многие годы? Сделайте незабываемый сюрприз. Подарите цветы. Лейко Флауэрс удобно расположен в самом центре Лейко Свига. Звоните и заходите сегодня. Телефон 971-222-8362. 971-222-8362. Мерседес Бенз. Это качество, стиль, комфорт. Официальный представитель автодилера Мерседес Бенз в Бивертоне Борис поможет вам сделать правильный выбор. Специальные предложения на новые и поддержанные авто. Подчеркните свой статус. Звоните Борису. 503-828-87-77. 503-828-87-77. Мерседес Бенз. Лучшее или ничего. The best or nothing. Стоматологическая клиника Кусат Фэмили Дентистри принимает новых пациентов. Мы оказываем широкий спектр услуг. Коронки, протезы, отбеливание зубов и другие. Наш офис принимает все виды страховок, включая медики, для пациентов всех возрастов. В клинике работает квалифицированный русскоязычный персонал. Наш уютный офис удобно расположен в квартале от церкви Дом Божий в Ванкувере. В экстренных случаях принимаем в тот же день. Адрес 1901 Норд-Ист, 162-я Авеню. Звоните 360-726-6107. 360-726-6107. Внимание! Редакция медиахолдинга «Славик Фэмили» не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Всем еще раз добрый день и добро пожаловать на волну радио «Славик Фэмили». Как обычно, по вторникам и по пятницам у нас в эфирах выходит образовательная программа с Александром Сорокиным. И он делится своими впечатлениями от того, с кем он общается, как общается. Ну и также, конечно, прежде всего, полезные советы, информация о недвижимости, о новых листингах. Мы также говорим о ситуации на рынке. Ну и, конечно, не только касаемся домов, но и апартментов. Вот сегодня мы немножко еще об апартментах поговорим. Да, Александр? Что-то такая интересная ситуация с апартментами. Да, Андрей, хотел поделиться с вами вот случаем одним. Ну, случай-то один по своему характеру и типу, а происходил он в жизни многих. И такой очень типичный вопрос по результату. То есть человек снимает дом или там, ну в данном случае квартиру, да, пускай это будет квартира, чтобы было понятнее. Человек снимает квартиру, заключает контракт, допустим, на полтора года и через там примерно 8, 9, 10 месяцев хочет выехать оттуда. То есть нашел себе что-то другое там дешевле или просто решил сменить там какое-то место жительства, один город на другой там или еще что-то. То есть абсолютно разные могут быть у всех такие мотивы, но просто сам факт, что имеет место долгосрочный контракт и человек хочет выехать раньше. Что при этом происходит? Выехать-то он может, это же тебя никто не держит, да, но ты заключал контракт, в котором было больше 10 страниц, а то там больше 20 в некоторых случаях. И одним из условий, по которым с вами лендлорд заключал этот контракт, является то, что вам предоставляет право проживания в этой квартире, допустим, на протяжении полутора лет. И вы обязаны платить зафиксированную сумму. Обычно 6 месяцев. Ну, я сейчас говорю про такой более длинный, чтобы было понятно. Там потом можно любую ситуацию рассмотреть. И что вы проживаете 18 месяцев по той фиксированной цене, которая была определена в начале этих 18 месяцев. Ну, допустим, если вот вы сегодня заключаете на полтора года, то там у нас получается до 1 марта, там аж 19 вы можете жить. Ну, к примеру, человек понял, сколько ему платить в месяц. Он понял, что полтора года он будет жить в этой квартире. И, в общем-то, и все. То есть, в первоначальном этапе он свой жизненный план выполнил. Он живет там, где он хочет жить. Платит столько, о чем он договорился. Потом, соответственно, он понимает, что что-то много плачу. Опять там-то дешевле. Там что-то где-то у кого-то еще. Я слышал, дешевле там. Еще кто-то что-то как-то меньше платит. Что-то я тут переплачиваю, похоже. Как бы стандартные такие доводы. Стандартная психология, я бы сказал. И происходит следующее, что человек реально, возможно, даже себе находит где-то что-то, что чуть-чуть или там может быть более дешевле, чем то, что он снимает сегодня. И происходит это задолго до истечения вот этого 18-месячного срока аренды. И он, соответственно, уведомляет ландорда, ноутисом о том, что так и так, я вот выезжаю. Он говорит, слушай, ну, жаль, что ты выезжаешь. Ну, хорошо, выезжай. Вот смотри, тут вот у нас с тобой по контракту ты нам должен, допустим, там полторы или две тысячи долларов. Или там, допустим, одинмесячный ренд. Или там какая-то фиксированная сумма. Ну, неважно. То есть, какая-то цифра. У человека сразу волосы дыбом. В его экономику это не вписывается никак. Он об этом не думал. Он об этом изначально даже, возможно. дневник, когда я эти 20 страниц подписывал. Там же все читать надо. У нас не любят так. У нас любят так вот, где расписаться, где цифра, где до какого срока я живу. И, в общем-то, и все. И куда платить. Вот такие три типовых вопроса. А все остальное неинтересно. Ну, в общем-то, да. Да. А вот этот вот четвертый о том, а что будет, если я выйду раньше, многие люди не спрашивают вначале. А даже те, кто и спрашивают, они, чтобы они не испугались, менеджер может им как-то так вот. Вот витиевато ответить, не ссылаясь ни на что. Все на словах. Бумаги никакой. И потом, соответственно, это то, что у человека в голове осталось. Что вроде как нет проблем. Надо будет выехать, выйду. Ну, вот наступает это время. Он получает вот этот ноутис о том, что слушаю. То есть он ноутис дает о том, что он выезжает. А ему встречный ноутис о том, что будет добро оплатить штраф. Или там вот этот вот, пени назовем, или там фи, там как угодно. Сразу недоумение, как же так, что делать. Люди начинают задавать вопросы, искать, какие способы не платить. Что же там, что же придумать. А никаких способов. Что же придумать, как же так, почему же так, почему это я должен ему платить эти деньги. То есть это то, наверное, что сейчас много себя кто узнал в этой ситуации. Из тех, кто снимает и выезжает. Вот все это понятно. И ответ на вопрос о том, как сделать так, чтобы не платить, это исключительно нужно адресовать юристам, которые изучат ваш контракт. Возможно, найдут какие-то слабые места в нем со стороны лендлорда. И вам это преподнесут и скажут, слушай, вот они здесь в том-то, в том-то допустили ошибку, или, допустим, написали то-то, то-то. Или в соответствии с законом у тебя есть, допустим, такое-то право. И ты можешь этим воспользоваться и не платить, к примеру. Но, чтобы это узнать, вам нужно обратиться к юристу. Не к риэлтору, не к оценщику, не к инспектору, не к соседу, а к юристу. И юрист, соответственно, изучив все это, вам даст конкретный ответ. О чем я хотел, с другой стороны, подойти и объяснить, чтобы люди, которые возмущаются тому, почему их штрафуют, и все-таки задумались, и, возможно, даже это будет полезно тем, кто сейчас ищет себе квартиру в съем, и, к сожалению, возможно, об этом не думает и не рассуждает об этом. Вот смотрите, как правило, лендлорд предоставляет две таких тарифных опции. Первая – это заключаешь контракт на какой-то определенный срок, допустим, как вот мы сейчас рассматриваем, там, на 18 месяцев. И вторая опция – это months to months. То есть, если ты заключаешь на 18 месяцев, ты, допустим, платишь 1300 в месяц, ну, там, какие-то utilities с плюсом, об этом пока не будем. Если ты заключаешь контракт months to months, ты, допустим, платишь полторы, то есть на 200 долларов дороже. И когда человек приходит, он думает, так, вот мне мобильность моя нравится, хочу там себя чувствовать комфортно, хочу months to months. Ему называют цифру полторы. Он думает, о, нет, что так дорого, аж подешевле есть что-то. Ему говорят, ну, да, есть вот, допустим, 1300, но это не months to months, это на 18 месяцев. Человек, когда это видит, он сравнивает 1300 и полторы, и понимает, что, да, ну, смысл мне полторы платить, ну, я полтора года здесь поживу. Экономия же, вот она, на бумажке передо мной, и мне все понятно, что я сэкономлю 200 баксов в месяц, найду, куда эти деньги и так потратить, почему я должен их просто так дарить. Вот, и в этом месте человек не думает о том, что 200 долларов – это как раз плата за его комфорт и за его мобильность. То есть, когда он хочет, вот, захотел уехать, уехал. И уехал. И уехал. А если ты привязанный вот этим долгосрочным контрактом, соответственно, ты потому и привязан, что ты платишь меньше, чем, допустим, months to months, но при этом лендлорд считает, что он себя перестраховал на тот случай, что, во-первых, ему не придется там каждый месяц подпрыгивать и искать себе нового тенанта, потому что у него есть долгосрочный, который так долго уже живет или запланировал так долго жить. А на случай, если все-таки ему придется искать, то, соответственно, вот этот вот штраф-то и появляется. Что такое штраф или пение там, или неустойка, как угодно мы ее назовем. Это та сумма, которая, возможно, будет в виде убытков этого лендлорда на то время, когда вы выйдете из этой квартиры, а он не сможет мгновенно, очень быстро, допустим, вам какую-то замену найти. И эта квартира, допустим, месяц простоит. А вот месяц это есть те же самые, допустим, там полторы тысячи или там тысячи семьсот, потому что еще расходы начнутся на рекламу, на то, на сё, и в итоге набегает. И получается, что лендлорд вам это может обосновать вот именно таким образом. То есть вы будете там возмущаться, там с пеной у рта говорить, как так, почему вы меня штрафуете, что за дела, вы нарушаете там какие-то мои права. Человек сам еще не знает какие, но так, для красного словца. А лендлорд, соответственно, будет, если захочет менеджер, вот она так же объяснит, или он, он скажет, слушайте, ну, вам хорошо было 9 месяцев, допустим, 1300 платить, а не полторы. Скажет, да, хорошо. И нам было хорошо. А сейчас вот вы себе хотите сделать лучше, а нам хуже, потому что вы нашли где-то там что-то подешевле, это ваше право. А нам вы делаете хуже, потому что мы рассчитывали, что вы 18 месяцев здесь проживете, а теперь нам придется кого-то другого искать. Вы скажете ему, а мои какие проблемы хотите, ищите. Скажет, не извините, это бизнес, это коммерция, это все работает не так, как вот вам кажется, все намного сложнее. Если вы, соответственно, хотите уехать, вы причиняете нам преждевременные убытки, так их назовем. Вот эти полторы тысячи файна, это и есть та самая компенсация, которую, будьте добры, нам оплатите на тот случай, если вдруг мы не найдем. А если даже и найдем, то все равно вы это будете оплачивать, потому что, ну, вы расслагаете контракт досрочно. И это очень-очень важный момент, все-таки, когда вы снимаете что-либо, нырять чуть глубже, чем цена, срок аренды, и там третий момент, цена срок аренды, когда въезжаю, да, и за что плачу. Вот, как правило, вот об этом люди думают. И не думают о том, а что будет, когда я уезжаю досрочно. Люди не вникают в контракт, люди не читают контракт, не показывают его юристам, не готовят вот этот запасной мостик заранее перед подписью контракта. На самом деле, вы же можете взять этот контракт и показать его юристу, сказать, слушайте, мне надо 20 страниц прочитать, дайте нам, мне вот эту, она называется, рыба контракта, да, рыба, это вот заранее заготовленный какой-то бланк, куда просто вписываются там имена, фамилии, адрес нам и прочее. Вы берете этот контракт, идете к юристу, показываете и говорите, слушай, если вот я захочу выехать досрочно, у меня здесь есть какие-то права в будущем, смогу ли я выехать так, чтобы я им не был должен? Если вам юрист скажет, нет, не сможешь, тогда вы уже на берегу знаете, во что вы влазите. И что если вдруг вам все-таки потом придется уехать, найдете его дешевле или у вас там жизненные обстоятельства поменяются, вы будете знать, что вы будете эти деньги должны. Вы можете, тем не менее, там для галочки походить, там поплакать, там заявления пописать какие-нибудь, еще что-то поделать, типа не надо с меня брать, у меня вот там кто-то случилось или там вот у меня сложные там обстоятельства. Как правило, тем не менее, люди все это делают. И даже может сработать, кстати. То есть, все равно, может быть, вы там напоритесь на кого-то со стороны лендлорда, кто войдет в ваше положение и скажет, ну ладно, не плати. Есть такая вероятность. Что еще может произойти? Может произойти то, что в случае, если вы откажетесь платить этот штраф, конечно, вы из квартиры выйдете, вы сдадите ключи, вы скажете, все, принимай по акту. Они у вас это, соответственно, все по акту примут. Но вот этот вот депозит, который, или там фи, ну не депозит, а фи, да, который вы должны будете заплатить, допустим, вы не оплатите, в виде депозита вы его не вносили, а значит вам, ну, лендлорд взять эти деньги нигде от вас не может, кроме как, чтобы вы добровольно это заплатили. И, соответственно, что потом делается? Потом в кредитное бюро информация о вас, что имеет место должок, вот такой-то, такой-то. Кредит скоро у вас хлоп вниз, а вы, возможно, выезжая из квартиры, собирались на ближайшее время дом покупать. Или там, или вот-вот собираетесь покупать, и поэтому досрочно расторгаете контракт. Дом еще не купили, из квартиры уже выехали. Кредит скоро вам подпортили, сделка сорвалась. Вот такая цепочка может быть. К сожалению, очень часто такое бывает. То есть человек не продумывает все ходы до конца, он выезжает со скандалом еще до закрытия сделки по разным причинам. Потому что у нас сделки бывают, продляются по каким-то основаниям, которые заранее ты можешь не предугадать, не знать просто. То есть оно может быть от лендера зависит, или от продавца что-то зависит. Бац, у тебя продление, продление, продление. И вдруг по какой-то причине ты там решишь поскандалить раньше, или выехать, или тебе скажут, давай выезжай, или там еще что-то. То есть все вот эти тонкие вопросы, их нужно обязательно рассматривать не с человеческой моральной стороны только, а начинать именно с контрактной. Что у нас говорит контракт, что написано в документе, и какие правила игры. Когда вы видите эти правила игры, когда они вам заранее понятны, вы можете потом спокойно строить свои планы и пытаться сделать так, как будет удобно вам, понимая, что делая удобно себе, вы очень некрасиво делать неудобно кому-то. И рассуждая так, что я тебе и так платил тут каждый месяц столько-то, и типа хватит, я буду платить где-то там экономить, это немножко такой, знаете, разговор с наездом, и он исключительно защищает в этой ситуации вас, потому что это от вас идет, но все, что вам неудобно в этом разговоре, вы, как правило, опускаете, не думаете о том, что вы платили не манс-туманс, а уже экономили, когда там жили, и прочие-прочие вещи. То есть все, что нормально и хорошее, но что сейчас дело не помогает, оно, как правило, в разговоре не участвует. Так вот, чтобы правильная мотивация складывалась, и чтобы потом в это, знаете, какую-то супер-проблему не превращалась, и не принимала какой-то авральный режим, что, вау, такие проблемы, что делать, там, кто-то что-то как-то вылазил из этих ситуаций, что были за ситуации, понятия не имеем, что был за контракт, тем более у тех людей, но вот там они что-то как-то так вот сделали, что они не платили, и поэтому мы должны сделать так же, всех на уши ставят, а в итоге все равно у них ничего не получается, поэтому кучу времени и денег потратили, и в штраф все равно заплатили, но вот немножко попырхались хотя бы, да. Так вот, чтобы вот это не получалось, каждый, кто снимает, изучите свой контракт. Если у вас в какой-то ближайшей перспективе есть желание съехать досрочно, вот само осознание того, чем вам это чревато, оно может заранее повлиять как-то правильно на ваши планы. Если вы собираетесь покупать дом, обдумайте, что у вас с арендой, обсудите этот вопрос с лендлордом, изучите свой контракт, вспомните, на каком основании вы сидите здесь, потому что стульчик этот можно убрать, а потом хозяин стульчика скажет, что вы денег должны. Так вот, чтобы так не получилось, смотрите заранее, читайте, изучайте и просто планируйте это. Это что касается вопроса вот по апартментам, потому что, к сожалению, наши тенанты… Кстати, а какая у нас сейчас ситуация вот с апартментами, Александр? Да ничего не изменилось у нас. Цены пошли вверх опять у нас, да? Цены у нас, что на недвижимость, что на съем неуклонно идут вверх, изменяется только уровень цены, да, то есть не уровень, а темпы, назовем их, темп цены, да, то есть он может там один месяц вырасти там на, ну, к примеру, там на 3%, да, другой месяц там на 0,2%, третий там на 1% и так далее. То есть вот такие качели мы видим, да, но сказать, чтобы там каждый месяц прибавлялась там какая-то серьезная сумма, такого нет. То есть это, как правило, либо разово происходит, что мы тоже уже разбирали, да, что там кто-то получил там ноутис, что на 800 долларов теперь он должен больше платить там или, ну, опять же, мы не знаем обстоятельств, мы не знаем, что за контракт, что за условия, просто слышали, да, что такое было. Либо, соответственно, это происходит вот так вот поступательно, либо, опять же, когда мы говорим о том, что у вас долгосрочный контракт, не видел еще ни одного и не слышал, чтобы в долгосрочном контракте было правило пересмотреть цены по ходу дела. Он на то и долгосрочный, что здесь есть обоюдная заинтересованность сторон лендлорда и тенанта в том, чтобы тенант как можно дольше здесь проживал, а у лендлорда, соответственно, это его коммерческий план, что у него есть постоялец, который на очень продолжительное будущее время как бы гарантировал, что будет жить и платить. И значит, соответственно, его коммерческая деятельность, этого лендлорда в данном случае правильно обеспечена и его имущество приносит ему запланированный доход. Вот, собственно, обоюдная сторона. И не забывайте, что если лендлорд предоставляет опцию month to month, смотрите, насколько эта цифра выше, чем цифра в месяц по долгосрочному контракту. Будь это 6 месяцев, год, полтора, два, неважно. Обращайте на это внимание, потому что это то, что потом вы забываете и то, о чем вы потом не помните и вам это неинтересно даже об этом говорить, потому что, ну, какие, я вроде как и так не собирался никакие полторы тысячи платить. Вот 1300 нашел, вот и живу. А на каких условиях-то вы нашли? Как вы должны себя правильно вести? И так далее. Вот старайтесь вот в эти тонкости вникать на берегу, потому что когда вы из этой лодки прыгаете, потом очень тяжело плыть. Тянет вас вот на дно вот это все и кажется вам, что кто-то обижает вас, что делает неправильно, плюс ваши собственные личные обстоятельства здесь наслаиваются там, непонятно как. Да, а вот еще такой момент, ведь когда вы въезжаете в апартамент, вы же оплатите депозит, вот туда вот, значит, складываете, который отдается в случае того, если у вас все хорошо, если не было никаких нареканий, вы ничего не испортили. Ведь как еще, наверное, важно сделать инспекцию апартамента, апартамента, в который вы въезжаете, в каком состоянии там все это находится, потому что в течение вот этого срока, 6 месяцев там, или 9 месяцев, или 12, или 18, вы же должны все это, пылинки должны сдувать. Если вы там что-то поцарапаете, испортите там или сломаете, то вы будете за это платить. Ну, это стандартный вопрос, потому что квартира сдается по акту, уэнлорд предоставляет вам ее по акту. Акк приемки, да. Акк приемки, соответственно, вы этот акк приемки подписываете только после обхода. Вот вы обошли внимательно, там скрупулезно, увидели, где там, как он рискал правильно, царапинки, где там что-то сломано, где там вода с окон течет, как раз дождь шел на улице, и все это видно там и так далее. То есть вы все это просто пишете в виде замечаний, говорите так и так, вот это надо устранить. Ну, то есть вы принимаете квартиру, но видите, что в процессе приемки выявлено, допустим, то-то, то-то. Жить это не мешает, но поскольку в каждом квартирном комплексе, как правило, есть свои ребята, которые занимаются устранением и поддержанием исправного состояния этого комплекса, они, как правило, в обычном рабочем режиме это просто устранят там в какие-то кратчайшие сроки, потому что все заинтересованы в том, чтобы у тенанта не было проблем, не было претензий, и чтобы все прошло как можно более гладко. Так что и всегда между сменами тенанта, кстати, есть определенный промежуток времени, как правило, неделя. То есть выехал предыдущий, заезжает новый, и вот эта неделя – это тот период времени, который апартмент комплекс берет на то, чтобы привести эту квартиру в состояние, ну, назовем ее, нулевое. То есть это настолько вот новое, что как будто вот только вчера эта квартира была построена. Вот на это берется неделя. Там марафетят все. Меняют там ковер, если надо, там холодильники там меняют, окна чистят там. Все-все-все делают. Ты заходишь и прям, вау, неужели здесь кто-то жил вчера или на неделю назад. Ну, как правило, говорят, что, знаете, вот вам холодильник еще тот, который, и плита та, которая, но если вы хотите, чтобы что-то поновее, вы можете купить, и мы вам это поставим, что на бесплатно. Ну, с такими я не сталкивался, но я допускаю, да, что такое есть. А в заключение хотел… Да, и еще, наверное, я вот, ну, как житель, многолетний житель всяких апартаментов, я хочу сказать, что на самом деле жить в апартаментах надо не больше двух лет. Это уже крайний срок, потому что потом начинаются всякие нехорошие вещи. Приехали, пожили в апартаментах, нашли дом, купили, позволили Александру Сорокину, все, и свалить тут как можно скорее. А что случается-то через два года? Ну, во-первых, соседи, это самое главное, во-вторых, это самое главное, во-вторых, ну, вы же не будете там менять себе карпи, там, или что-то еще делать, это же все, это, вот, кроме того, знаете, тоже хочется же пожить в своем собственном доме. А вы работаете на лендлорда, по сути дела, даете большую часть вашей зарплаты, это не половина вашего дохода, как правило, это больше, а даете дяде Ване, просто дарите и все. Дяде Майклу. Дяде Майклу. Совершенно верно. Да, в заключение… Адрес, телефон, и мы уходим из эфира и будем слушать нас в повторе. Окей, хорошо. Программа наша называется «Двигаем недвижимое», я риэлтор, зовут меня Александр Сорокин, лицензия у меня в штатах Вашингтон и Орегон, и номер телефона, дважды повторю, 503-863-9369, еще раз, 503-863-9369. До новых встреч в следующий вторник. Вы слушаете радио «Славик Фэмэли». Новое радио на старой волне. Поэтому сейчас о ситуации наших дорогах. Доподумаем, что самая большая радость, которая к нам пришла вчера в 6.30 вечера, и мы оперативно об этом рассказали, это внезапное открытие 8.30 вечера.